Всем привет! Сегодня состоит от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, а потом мы с вами его обсудим. Здравствуйте, Галина! Смотрю ваше видео с интересом. Темы поднимаете нужные и важные, заставляете задуматься. Спасибо вам за это. Пожалуйста. Последние несколько видео навели меня на мысли о своем мироощущении. Если посчитаете мое письмо стоящим, чтобы поделиться с вашей аудиторией, я буду рада. Может у кого-то что-то похожее или схожие проблемы есть. Вы зачастую говорите о невротических личностях, для которых любовь это боль. На заре своей жизни, лет так до 25, я, наверное, была как раз невротиком. Встречалась не с теми мужчинами, доверяла не тем людям. От душевного надлома, страстей и преград в отношениях просто кайфовала. Оно и есть. Не терпела оскорблений и унижений, но бурления и брожения, трудности мне были просто необходимы. Я здесь остановлюсь, это а-ля у некоторых, знаете, ощущение, если что-то такое происходит, равно я живу. Однажды достаточно серьезно заигралась, но пронесло и совсем уж криминальным чем-то дело не закончилось, но очень даже к этому ушло. В драке мой бывший достаточно серьезно пострадал от моей руки. Скажем так, мое идеальное видение отношений еще с детских лет было такое. Он меня добивается, я ему отказываю, он все равно не отпускает, преследует меня и в чем-то, даже сломив мое сопротивление, делает меня своей. Я здесь не о насилии моральном или физическом, а о борьбе характера. Тихие мирные отношения меня не устраивали, хоть скандалисткой, по сути, я и не являюсь. Это оно и есть. Совершенно правильно себя, скажем так, считали. Но это в мечтах. В реале оказалось, что я еще тот крепкий орешек, и по-настоящему переломить меня без насилия просто невозможно. Ну а насилие никогда не было, не является частью моей фантазии. А в реале так и совсем не зашло мне. В итоге, поняв, что если я пойду за своим сердцем или фантазиями, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому в 25 я приняла ухаживание парня положительного во всех отношениях, носящего меня на руках, заботливого, надежного. Хоть решение о браке я принимала умом, со временем тоже прикипело к нему и сердце. Мы вместе уже 23 года, у нас взрослый сын. За эти 23 года было всякое. Однажды мой муж, поняв, что я не все получаю в браке, пытался дать мне это, отпуская меня на вольный выпас. Предлагал открытый брак. Я не согласилась. Просто не представляла себе, как это вообще все будет происходить. Наверное, зашоренность с моей стороны или страх, я не уверена. Но в итоге я все равно изменила ему. Именно с мужчиной, который давал мне этот адреналин, которого мне так не хватало. Мужчину этого я не любила. Это была просто зависимость. Я пыталась получить этот адреналин из других ресурсов, экстремальный спорт, стрессовая работа, тотальная загруженность и так далее. Это помогало на время. Но тяга возвращалась снова. Я не хочу снова изменять моему мужу. Одного раза мне хватило за глаза. Разводиться я тоже не хочу, так как считаю, что как только получу свободу, то без оглядки нырну в какой-то водоворот, с которого вполне реально могу и не вынырнуть. Здесь я остановлюсь и скажу. То есть я не хочу разводиться с мужем, потому что мне страшно. Муж это гарантия, чтобы я не попала в невротические больные отношения и мне не было больно. Вот это оценивайте. То есть я немножко это подчеркнула. На самом деле какая трактовка. У меня есть близкий друг, который в отличие от меня отпустит себя. Не хочу повторить его судьбу. Выпивка у него, наркотики, беспорядочные связи и на грани зависимости. Вопрос. Как вы считаете, стоит ли мне обратиться к психологу с этой проблемой? Как бы вы характеризовали эту проблему? И реально ли что-то по-настоящему исправить в моей психике в этом возрасте? Мне 49. Вот мой близкий друг говорит, что мы зависимые. И только от того, что я не поддаюсь своей зависимости, сопротивляюсь, боюсь в ней застрять все эти годы. Но менее зависимая, чем он, я не стала. Просто я более несчастная. Порой мне кажется, что он прав. Временами хочется бросить все, поддаться своей настоящей сущности. Но я не думаю, что это сделает меня счастливее. Верно думаете? Поэтому все еще боюсь. Все еще ищу ответы. Спасибо за внимание. На самом деле, я вам так скажу. Вопросов много. Первое. Вы делаете правильно, что сопротивляетесь. Это хорошо, что у вас есть хоть какая-то критика. У вас есть сила воли. Вы молодец. Поддаться и сделать так, слабину дать, проще говоря, может каждый. А вот силу воли и держаться, не поддаваться, далеко не каждый может. Далее. Да, здесь есть однозначно то, как вы описывали, моменты какого-то невроза. Но от поддавков вот этих подачи вот этому неврозу вас остерегает страх. Страх за свою жизнь, за боль. Возможно, там за беспорядочные связи, наркотики, аддикцию, зависимость какую-то и так далее. То есть вам просто страшно. Вас держит не здесь сила воли и здравый смысл. Я себе сдерживаю. Вот вам так кажется. Это так по сути есть, да? Но это все базируется на самом главном, на страхе. И хорошо, что у вас есть такой страх. Возможно, это страх смерти. Это может быть страх каких-то повреждений. Может, вы боитесь боли, крови и всего такого. Либо это может быть страх быть подневольным. Мне не хочется, вы скажете, у меня характер, меня не сломить. И быть слабой для вас может быть параллель. Если вы в голове проводите, для вас быть зависимой в алкоголикам, наркоманам, в каких-то зависимых отношениях с чем-то, с людьми, например, без связи половые, вот это вот все, что вы описывали, да? То есть быть в зависимости равно быть слабым. Низкая самооценка, да? А у меня, а-ля, высокая самооценка, нрав, я там такая обуйная, меня еще попробую покорить, то с этим же не вяжется, да? Я не хочу быть слабой, я не хочу себя такой видеть. Соответственно, я не поддаюсь вот в эти зависимые какие-то аддикции, аддиктивное поведение, зависимое. Итак, да, это невроз, но база у него страх какой-то. Честно скажу, если вы найдете решение этого страха, например, в терапии с психологом, то это не говорит о том, что вы упадете сразу в, скажем так, в какую-то зависимость, в плохое поведение, будете изменять мужа и разведетесь и так далее. Я хочу вот что отметить, что вы с мужем, потому что он вас оберегает, а-ля ограждает от вот этого, чего вы боитесь, да? Впасть в какое-то плохое состояние, разрушить себя. Очень похоже на страх смерти, кстати. Ну, в общем, неважно, что брак не потому, что вы мужа любите, не потому, что вы к нему прикипели. Вы привыкли, но не полюбили, потому что любовь равно боль в неврозе, да? Немножко другая история. В общем, да, комплексно надо... Что скажу, главный вопрос. Мне 49 лет, не поздно ли что-то менять? Вообще никогда не поздно ничего менять. Я вам обязательно рекомендую, если у вас есть возможность финансово вступить в терапию, потому что финансово в плане, это же не одна встреча со психологом. За один раз он ничего не расскажет. За первый раз вы просто вас выслушают, и психолог может понять, так, какие там вообще зацепки первые, какие проблемы наметить. Второе, консультация, с вами будут общаться, в принципе, какие у вас эмоции выявлять, что вас держит, причины. Это буквально там 4 только консультации, наверное, у вас уйдет на то, чтобы разобрать вот этот ворох, вникнуть, найти причину, а потом только уже выстраивать логически, психолог будет, что, как, с чем взаимосвязаны эти связи, посмотреть страха, связь вот этого аддиктивного поведения, мужа, вот этих ощущений ваших, как здесь что исправить, с чем нужно бороться, да, что нужно менять, чтобы, например, поборов страх, чтобы вы не нырнули в аддикцию, зависимость, в загул и так далее, да, чтобы это было параллельно, компенсировать это нужно, или чтобы вы тут же не побежали разводиться, что вам страха не будет, муж не нужен, да, это сдерживающий просто фактор ваш брак, и так далее. То есть, чтобы это разобрать вообще, как с этим работать, для этого не один час. Вот я к тому, что если у вас есть финансовое возможности, желание и время на это, конечно, я вам рекомендую этим вопросом заняться, потому что жить всегда в страхе, в страхе, что я могу быть плохой, я могу себя разрушать, или страх с мужем там расстаться, я побегу сразу в какие-то плохие в зависимости, страх того-сего, это некомфортная жизнь. Это уже жизнь в зависимости, я завишу, я обрабатываю свой страх. Вы даже свою жизнь так поставили, так замуж вышли, вы называете, я его забирала умом. Да не умом надо было выбирать, ну просто было страшно в тот момент, вы нашли надежный вариант, чтобы не впасть в зависимости в аддикцию. Вот этот страх аддиктивного поведения у вас, быть плохой, возможно, может быть у вас в семье кто-то пил и себя так аддиктивно вел, дедушка, бабушка, папа, мама, нехороший пример мог быть, и последствия вы увидели и так далее. Это определенный зафиксированный страх, либо этот страх дает вам ощущение меня не идеально, нехороший, либо завязка тут за самооценку идет, но это надо смотреть. Честно скажу, интересная такая ситуация, но не безвыходная. И если вы найдете правильного себе психолога, грамотно будете над этим работать, вам не придется разводиться, или может быть и на своего мужа, с которым вы уже вместе 23 года, вы, скорее всего, отпустите все эти страхи, вы на него посмотрите совсем по-другому, в хорошем ключе, я имею в виду, в положительном. Ваша жизнь с ним, может быть, есть такой вариант, что он будет отдавать вам всего, вам не захочется идти где-то это искать, во все тяжкие впадать и так далее, потому что этот страх и это желание, они там взаимосвязаны, и они отойдут, и вы спокойно, тихо, расслаблены, самое главное, расслаблены, заживете без оглядки, без опаски, не обрабатывая этот страх, поэтому я вам советую, конечно же, никогда не познать этим вопросом, знаете, потому что вас это волнует, вы не расслабленно живете, а в напряжении, вот так. Кто что думает по этому поводу, может, дадите какие-то советы, или поделитесь то, как вы, например, к психологу ходили, как вам помогло, не помогло, пишите обязательно в комментариях, я всегда оставляю свою почту в инфобоксе под видео, вы можете писать ваши комментарии, либо записываться ко мне на консультации психологические. Спасибо за внимание, всем пока!